Ювенальный законопроект вводит ответственность за травлю через изменение статьи 127 Административного кодекса РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию». Но беда в том, что норма о буллинге, закрепленная в законе РК об образовании, не содержит четких юридических дефиниций. Во-первых, непонятно, что такое действие унизительного характера. Во-вторых, остальные критерии буллинга дублируют те, которые уже предусмотрены существующими составами правонарушений. Такими как клевета, оскорбление, вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью различной тяжести, хулиганство. Таким образом, действующее законодательство полностью пресекает буллинг, обеспечивая неотвратимость наказания за противоправные деяния в отношении ребенка. Действующее законодательство не нуждается в изменении. Что произойдет, если поправку внести? Это неминуемо приведет к обострению коррупции в школах и обвалу принципа неотвратимости наказания в реальной криминальной ситуации. Поскольку правовые границы буллинга не определены, серьезные уголовные деяния могут быть квалифицированы как травля. В этом случае виновные получат более мягкое наказание. Например, отделаются предупреждением за деяние, которое должно быть наказано в уголовном порядке. Вернемся к невразумительной формулировке действия унизительного характера. В силу нечеткости определения оно может быть растолковано субъективно и сколь угодно широко. А растолковывание лоббисты и веналки хотят отдать на откуп психологам и педагогам. Два года назад министрам просвещения были утверждены правила профилактики травли буллинга. Согласно этим правилам, похожие на буллинг происшествия поручается расследовать сотрудникам школы. После чего педагоги и чиновники от образования принимают решение о признании или непризнании травли ребенка. То есть коллективным разумом устанавливают, имел ли место факт травли. Согласно правилам, в том случае, если родители пострадавшего ребенка обратятся в полицию, то полиция должна будет направить сообщение о буллинге, опять же, педагогам. То есть полиция должна будет самоустраниться, передав полномочия учителям, которые не разбираются в юриспруденции. Что из этого выйдет? А то, что педагоги могут умышленно или в силу своей некомпетентности прикрыть буллингам серьезное, опасное правонарушение, оскорбление, вымогательство, хулиганство. При этом персональные ответственности за неправильные решения нести не будут. А меры против травли обернутся против жертвы и защитят правонарушителя от справедливого возмездия. Действующие кодексы работают как часы. Их нельзя размывать, смешивая серьезные преступления, средние уголовные проступки, легкие административные правонарушения и незначительные инциденты в одном малопонятном понятии – буллинг. Введение административного наказания за инциденты, похожие на взгляд педагогического коллектива, на травлю, создает условия для злоупотреблений. Злоупотреблять могут люди, склонные к жалобам или находящиеся в конфликтных отношениях. Кроме того, обвинение в буллинге может быть использовано как средство шантажа или рычаг давления на неугодного ребенка и родителей. На основании вышеизложенного предлагаем статью 127 КАПРК оставить без изменения. Поправку о наказании за буллинг не вносить.